Давайте далее разбираться в этой теме с Игорем Романенко, основателем благотворительного фонда «Закроем небо Украины», замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины, 6-го и 10-го годов, генерал-лейтенантом с запасом. Игорь, здравствуйте. 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 В продолжение нашего сюжета по поводу ПВО, которое не способно в полной мере сбивать беспилотники, которые уже традиционно прилетают на территорию Российской Федерации. По вашим данным, как в принципе их ПВО, ПВО-агрессоры справляются с теми беспилотниками, которые атакуют территорию Российской Федерации? В принципе, с учетом размеров страны по площади самой большой мере, наличие объектов, даже с учетом того, что объекты военные, в первую очередь, которые они сейчас прикрывают в последнее время, находятся на Западе, Юго-Западе, их государства, а также на оккупированной части. Для них эта задача невыполнимая, с учетом того, сколько они потеряли таких средств. Было сказано около полутысячи. Конечно, эти средства выпускают предприятия военно-промышленного комплекса Российской Федерации, однако быстрому восстановлению того, что они имели до начала войны, у них не получается. Кроме того, полтора года войны – это тоже срок, в ходе которого военно-премышленное предприятие Украины вырабатывает новые средства нападения, а также помогает, как известно, в этом плане наши союзники. Поэтому по совокупности очень сложно им обеспечивать противовоздушную оборону, а в последнее время, с учетом того, что у нас развивается и ракетное вооружение, то и в полной мере выполняют задачи противоракетной обороны. Из последнего, что есть и было показано, это картонные беспилотные аппараты, которые очень сложно выявлять в воздушном пространстве, любыми станциями разведки, сопровождение ракет, наведение ракет. Поэтому, если их будет достаточно большое количество, с учетом того, что часть может быть сбита, остальные достигнут свои цели. И из этой ситуации им очень сложно тоже ее преодолевать. Игорь Александрович, а давайте расскажем нашим зрителям про вот эти картонные беспилотники, в чем их преимущество, ну, кроме того, что их тяжело определить, а как они могут вообще быть использованы в качестве уничтожения цели противника? Главная задача аппарата картонного, металлического или будь какого, заключается в том, чтобы доставить боевую часть, боеприпас, к цели, которую необходимо уничтожать. Но по дороге, для выполнения этой задачи, желательно, чтобы это средство не было сбито средствами противовоздушной обороны. В данном случае разговор идет о зенитно-ракетных комплексах, а также истребителе, которые могут действовать по такого рода воздушным целям. С точки зрения зенитных, ну, и тоже как зенитно-ракетного комплекса, так и локационного комплекса, который находится на борту самолета, значит, вот наше беспилотное средство должно отражать энергию, которую излучают средства уничтожения. Они обрабатывают этот сигнал, выявляют, обнаруживают цель, а потом ее сопровождают и уничтожают. Так вот, отражение от алюминиевого, например, беспилотного аппарата или металлического в сравнении с картонным, оно разное. То есть картонно мало что, все равно там есть двигатель, там есть металлические части, но вот поверхность отражения, она становится минимальным. Это десятки квадратных метров, а может быть и меньше. В связи с этим, даже если обнаруживаются, они обнаруживаются на таких дальностях, когда расчет, система, которая должна уничтожить, уже не успевает отреагировать. И такой беспилотник более вероятно может достигать своей цели. Ну вот если на пальцах и в двух словах, то это выглядит где-то так. А с учетом того, что использовать массированное нанесение удара, то вероятность того, что большая часть этих беспилотников достигнет своей цели, ну повышается. Поэтому мы видим в последнее время, как они достигают цели, то есть, например, летательных аппаратов самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации, и это в Курске, и это в Пскове, ну и по другим объектам. Это завод по комплектующим, например, для средств нападения, которые вырабатывают предприятия Российской Федерации. Ну и, в общем, скажем, расширяется количество этих объектов, увеличивается дальности, на которых можно уничтожать эти объекты. И в целом повышается вероятность поражения этих целей военных с использованием, в данном случае мы обговариваем, беспилотных летательных аппаратов. Однако в последнее время прилагается со стороны военно-промышленного, предприятие военно-промышленного комплекса Украины соответствующие усилия, и разрабатывается ракетное оружие. То есть о ракетном оружии, например, модификации ракеты, которые уничтожили крейсер. Москва, говорил господин Данилов, секретарь РНБО, о другом комплексе, которые действуют на дальности уже в определенном испытании 700 километров, говорил президент. То есть компоненты средств поражения за счет ракетного оружия у нас также увеличивается. Вопрос в том, чтобы эти средства были поставлены на поток, чтобы их становилось как можно больше, чтобы и беспилотные аппараты, и ракеты могли преодолевать систему противовоздушной, противоракетной обороны противника, и достигать необходимых нам целей. Игорь Александрович, даже больше можно сказать об этом. Тот же Данилов, секретарь СНБО, вчера рассказал о том, что украинские ракеты и украинские беспилотники могут преодолевать расстояние не то, что в 750 километров, но даже в 1500 километров. Он, конечно, не сказал конкретно, что это за вооружение такое, но вы оцените, пожалуйста, 1500 километров. Это ракеты или это беспилотники? И может даже есть факты, и можно рассказать о том, какие конкретно это модели вооружения? Речь идет, на мой взгляд, и о том, и о другом. То есть увеличивается дальность действия как беспилотных летательных аппаратов, так, например, за счет того, что используют реактивные двигатели. Ведь на нанесении ударов вы вспомните леодром Энгельс, где находились, и мы использовали старые, еще советских времен, реактивные беспилотные, с реактивными двигателями беспилотные разведные аппараты, которые достигали этого аэродрома Энгельсом, наносили удары по их стратегическим бомбардировщикам. Время идет, и поэтому совершенствуются наши ученые, производители, и увеличивается дальность. Есть по беспилотным аппаратам, вот дальности, например, ну, можно представить, то есть за 750 это Москва, и вокруг нее, опять же, Санкт-Петербург. Если брать Псков, то там, по-моему, где-то 850 километров получается. Ну, не только в районе там Ростова, но и потом по объектам Крыма, опять же, это с точки зрения беспилотных летательных аппаратов, возможности которых разработки и изготовления расширились. 40 миллиардов правительство дало, поснимали припоны официальные, вице-премьеры назначили на это направление. Кроме того, идет реализация программы с 2020 года, ракетной нашей программы, где мы видим модернизацию Нептуна, о которой говорил господин Данилов. То есть теперь у нас комплекс не только первый Нептун, который, собственно, потопил Москва крейсер. Это комплекс «Берег-корабль». Его модифицировали сейчас, и он стал комплекс «Берег-берег», то есть «Земля-Земля». Более того, идут дальнейшие разработки предприятия для того, чтобы использовать, дальше совершенствовать эту работу и довести до уровня использования этой ракеты «Нептун» с воздушного носителя. То есть самолетом идет разработка. Кроме того, идут работы там в завершение, я не могу сказать, о чем говорил президент, например, 700 километров дальность, но была программа «Сапсан». Причем этот комплекс с того момента, как разрабатывался, выиграл тендер у Саудовской Аравии с китайскими, российскими «Искандерами». Он лучше по характеристикам, но вопрос в том, что его всячески тормозили агенты российские. У нас здесь пятая колонна, но так или иначе, сейчас это разрабатывается. Очень хотелось бы верить, что наращиваются такого рода возможности, хотя как «Нептун» первоначально, так и «Сапсан» нас ограничивали в дальностях на 280 километров. То есть, США и Россия вышли из договоров малой и средней дальности ракет, а нас по-прежнему ограничивали, что разработанные средства у нас должны не превышать 280 километров. Мы теперь работаем с этим, то есть, это наше оружие, мы сами определим, как с этим быть. И есть заявление главнокомандующего нашего, наше оружие мы будем использовать тогда, где и как. Это будет целесообразно с точки зрения подготовки и ведения наших операций. Относительно оружия союзников, мы придерживаемся их пожелания, что не бить по объектам Российской Федерации. Ну и до последнего времени, значит, были с их стороны свои точки зрения, взгляды на применение это оружие, например, по полуострову Крым. Ну, со временем меняются позиции, мы видим в развитии вот и рост возможностей ударных средств сил обороны Украины за счет этого. Игорь Александрович, возвращаясь к разрушенным, уничтоженным, поврежденным ПВО, вспоминается недавняя спецоперация в Крыму, где было уничтожено также ПВО С-400 «Триумф», если мне не изменяет память. Расскажите, какой урон, уничтожение именно этого ПВО в Крыму нанесло противнику, нанесли наши вооруженные силы? Какого масштаба этот урон? Это хороший пример. Во-первых, якобы это сделало как раз модернизированный комплекс «Нептун», в данном случае «Земля-Земля», который. Во-вторых, С-300 это зенитно-ракетный комплекс достаточно современный, он противовоздушный и противоракетный, то есть им можно уничтожать и ракеты противника, в данном случае наши. Кроме этого комплекса были уничтожены средства, средства разведки этого комплекса и дополнительно на мысе Тарханкут, где были развернуты зенитно-ракетные средства и ракетационные средства разведки. Там очень хорошие возможности для использования средств ПВО, что и делается с россиянами. Так поступали и наши ПВОшники еще до войны, в военное время. Там место вот такое благоприятное для этого дела. Но вопрос в том, что размещаясь, понятно, что уничтожили зенитно-ракетный комплекс, значит, еще добавили, так сказать, снизили их потенциал ПВОшный и противоракетный. А с точки зрения локационных средств, там размещенных, они осуществляли разведку воздушного пространства и акватории, если посмотреть на карту, на запад и на юго-запад. А это территории, если посмотреть район Одессы и вот этого побережья, откуда, возможно, мы применяем свои дроны и воздушные, и морские, когда наносим удары по объектам в Крыму и по, вообще, так сказать, Черному море и вплоть до Новороссийска, того же Керченского моста и так далее. То есть нам очень важно, чтобы противник как можно меньше имел средств, которые бы выявляли действия наших воздушных и морских дронов или когда выявляли как можно позже, что фактически уже уничтожить по крайней мере все дроны, которые задействованы с нашей стороны, они уже не успевали. Поэтому там комплексное такое серьезное применение вот нашего показателя как пример, то есть это и применение нового нашего ракетного комплекса и уничтожение зенит-ракетного средства противовоздушных и противоракетных, подчеркивают, обороны противника, а также уничтожение разведанного средства, которое позволяло осуществлять вот такую им деятельность, а это нам мешало. Поэтому это показатель очень эффективного применения нового разработки, нового оружия со стороны сил обороны Украины. Спасибо вам большое. Игорь Александрович Романенко, военный эксперт, был в нашем эфире. Спасибо. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова